А как вы относитесь к тезису Кирилла Разлогова о том, что очень часто на ключевые позиции в таких вот отраслях, как культура, приходят люди, которых он называет новыми варварами. Что он имеет в виду? Что варвары, когда они разрушали, они не понимали ценности того, что они разрушают. Не потому, что у них был просто какой-то агрессивный импульс, что-то запретить, что-то разрушить, а не понимание каких-то культурных аксиом. Я согласен с, так сказать, Разлоговым, что это очень частое явление, когда чиновники приходят руководить культурой, ничего в ней не понимая. Ничего. И поэтому есть опасность того, что они разрушают очень многое. Это правда. И сейчас эта борьба идет, и я ее свидетель. Вы ее участник. Я ее участник. Я вам расскажу, что удалось мне победить, так сказать, наших инноваторов в Министерстве культуры, которые предложили построить на 2 миллиарда рублей 3 инновационных центра культуры. 2 миллиарда – это хорошие деньги на 3 центра. И я тогда поднялся, как член Совета, и я говорю, что а что такое инновационная культура? Такого понятия нет в природе. Есть понятие культура, основанная на традиции. А инновация – это пригодно для техники, технологии. И когда я начал анализировать, кому поручило Министерство кураторства, я увидел, что это девицы по 25-30 лет, обученные на Западе. Одна из них была замдиректора Британского совета, который курирует британская разведка Ми-6. И я это все доложил министру, и окончилось тем, что эти девицы отстранены от этого проекта, и он уже не называется инновационные центры культуры, а просто региональные центры культуры, которые будут развиваться и обучать детей тому, чему нужно обучать подрастающее поколение. Нет, ну на самом деле вот возраст сам по себе, 25 или 30 лет, сам по себе возраст не может являться, мне кажется, показателем даже отсутствия опыта. Вы в 12 лет стали звездой всесоюзной. Согласен, Андрей Тарковский в 28 лет сделал новаторский фильм «Иваново детство». Да, где вы сыграли блистательно совершенно, в общем-то, главную роль. Но это Тарковский, это традиционалист, это патриот России. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». В 19.30 на телеканале «Москва-24».